Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами мы снова в магазине Светофор на проспекте Александровской фермы. Да, я доехала именно до этого Светофора, самый старейший светофор в Санкт-Петербурге. Он открылся вообще первым в Питере. Иногда даже спрашивают, есть ли он в Питере, до сих пор работает. Да, до сих пор работает светофор на проспекте Александровской фермы 17А. Сейчас посмотрим, какие товары интересные здесь есть. Смотрите, какие симпатичные тапочки есть в этом светофоре. Они называются туфли комнатные женские от 36 до 40 размера, 149 рублей 50 копеек. Очень симпатичные вот в таком мятном цвете. Например, это 39 размер. Производят эти тапочки Республика Башкортостан. Еще есть вот такой цвет бордо. Синенькие и темно-синие тапки. Есть только женские варианты, мужских тапок таких нет. В наш светофор приехали саженцы ягодных кустарников. Весна, малина, смородина. В ассортименте 102 рубля 20 копеек. Производитель этих саженцев компания Русский Огород. Московская область, город Щелково. И давайте подробно посмотрим сорта. Их на самом деле не так много. Привезли малину Клеопатра, средне-раннюю. Выглядит саженец абсолютно так же, как во всех других магазинах сетевых. Малина Клеопатра. Ягода темно-красная, крупной массой 3-4 грамма. Некоторые экземпляры достигают массы выше 5 грамм. Вкус плодов кисло-сладкий, со слабым ароматом лесной малины. Мородина красная, уральская красавица. Среднеспелый, зимостойкий, высокоурожайный сорт. Куст среднерослый, слабораскидистый, густой. Ягоды крупные, округлой формы, красного цвета, сладко-десертного вкуса. Мородина чаровница. Тоже все про нее прочитаем. Ягоды средне-округлые, черные, с сильным блеском. Вкус кисло-сладкий. Сорт зимостойкий, скороплодный, высокоустойчив к мучнистой осе. Пригоден для механизированной технологии возделания и высокоурожайной. Еще малина киржич. Кусты у растения прямо стоящие, мощные, всегда хорошо развитые. Плоды достигают небольшого размера по 2-3 грамма. И смородина черная, деликатес. Высокозимостойкий, скороплодный сорт, среднераннего срока, созревание. Куст высокорослый, среднероскидистый. Ягоды среднекрупные, 0,9,1,1 грамма. Сотейник 28 см, съемная ручка, антипригарное покрытие. 366 рублей 90 копеек. Компания Ланскрона производит. Представляете, это наша любимая с вами компания Вари. Но это такое легкое изделие от Вари, то есть достаточно бюджетное. У них как бы линейка делится на дешевые сковородки и на сковородки лучшего качества. Этот вот сотейник, он такой попроще, легенький, но зато у него есть съемная ручка. Вот так она снимается на красную кнопочку, нажимаете и ручка легко снимается и также легко. Вот я одной рукой ее отделаю. Сотейник идет без крышки. Большой диаметр, это большой плюс 28 см, высота 6,5 см, объем 3,5 литра. И наконец-то дождались, господа садоводы. Семена в наборе Агрони. Называются 15-90 они. Набор семян корнеплоды. 5 штук. Здесь каждая пачечка какие-то по 1 грамму, какие-то по 0,5 грамма. Свекла, морковь, репа, дайкон и редис. Сорта вот здесь все указаны. Например, здесь морковь шантаны. Это известный сорт. Следующий набор семян это урожай без хлопот. Огурец изящный, например, всего 0,3 грамма. Здесь горох, кабачок, кукуруза, огурец и редис. Набор семян для засолки. Перец Виктория, огурец Нежинский, томат Сибирский скороспелый, капуста июньская. Укроп обильно листный. Мне понравился набор семян витаминный. Здесь петрушка листовая обыкновенная, шпинат Матадор, укроп Грибовский, кориандр Алексеевский и салат Московский форниковый 0,3 грамма. Вот этот наборчик я возьму. Набор семян вкусно. Перец Оранжевое чудо, томат Солнце Дар, перец Ласточка, томат Волгоградский скороспелый и баклажан Алмаз. В прошлом году, конечно, были другие семена в светофорах. Почему-то в этом году эти наборы к нам не привозят. Видела, что в некоторых регионах те же наборы, что были в прошлом году. А в этом году у нас поставляет Москва. И ассортимент не очень большой. И еще набор семян цветочных где-то есть. Львиный зев, нигела дамасская, астера плинцесс, матиола вечный аромат и петуния крупноцветковая. Но все эти наборчики нужно искать. Здесь вот было написано на коробочке, значит где-то этот набор есть. Рядом с кассой продается бинт марлевый медицинский стерильный в количестве одна штука. 7 метров длина, 10 сантиметров ширина этого бинта. И он продается в упаковочке по 3 штучки. Производит этот бинт Ивановская область. Господа садоводы, в этот светофор приехала сетка пластиковая. Размер ячеек 1,1 сантиметр. Обязательно приложу ее стоимость. Целый поле сюда привезли, потому что была буквально в светофоре коммунария в субботу. И там этой сетке практически 5 моточков осталось. Так что если кому-то нужно, приезжайте на Александровскую ферму. Эту сетку привезли. В деревянных ящиках привезли очень много хозяйственного мыла. 72%. Знаю, что есть прямо любители хозяйственного мыла. Все здесь так выглядит аутентично. Деревянный ящик, заколоченный деревянной крышкой. И внутри вот такое количество натурального хозяйственного мыла. 72% 250 грамм кусочек. И сейчас я вам покажу, сколько молока большая кружка сюда завезли. 2,5% его жирность. 1980 грамм без заменителя молочного жира. В магазин Светофор на Московском шоссе завозилась еще большая кружка с жирностью 3,2%. Здесь только 2,5%. Вот такая вот голубая. Смотрите, вот этот палет. И вот еще вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6. И еще 5 палетов с другой стороны. То есть огромное количество этого молока приехало. Так что кто хочет закупиться, обязательно приезжайте. И вот какой-то интересный сок урожай лета. Не видели мы с вами в других магазинах его. От 3 лет рекомендовано детям со вкусом апельсина. По составу сок апельсиновый, сахар или сахар и глюкозно-фруктовый сироп вода. Минимальный объем доля сока не менее 50%. Собственно, выпускает этот сок тот же производитель, что и вот такие нектары Лейфрут. Это город Вольск, Саратовская область. Этот сок производит. Сухой шампунь Оливия 200 мл, 110 рублей, 40 копеек. Много тоже этого шампуня. Сухой шампунь удобный и быстрый способ освежить укладку или потерявший объем волосы без использования воды. Специально разработанная формула хорошо абсорбирует остатки себума, тем самым устраняя излишнюю жирность и придавая объем волосам. Здесь 200 мл и производит город Вязьма-Смоленская область. Яркая такая упаковка у этого шампуня. Давно не было в других светофорах. Кастрюли эмалированной 5,5 литров без деколи. 428 рублей. Производство Россия. К сожалению, эта кастрюлька идет без абсолютно какого-то декора. Раньше привозили кастрюли с поварятами. Очень они нравились потребителю. Это известная компания Стэд. Производит известный производитель. Город Санкт-Петербург. Просто большая, белая практически, кремового цвета кастрюлька. И кроме этого светофора, я нигде не видела вот этот шампунь Сан Силк. Смягчающий шампунь, мягкий и послушный. 89 рублей. Смотрите, здесь производитель Таиланд. И действительно, вот тут, если почитать, изготовитель именно Таиланд. Специальная формула с маслом органа и экстрактом камелии делает волосы мягкими, гладкими и послушными. Не было этого шампуня в других светофорах. Рексона Антиперспирант Аэрозоль. 200 миллилитров. 88 рублей 80 копеек производит компания Юни Левер. Тоже в тех светофорах, где я бываю, он давно закончился. Туалетную воду сюда также к праздникам завезли. А именно, для женщин туалетная вода Аква Воменс Секрет. 100 миллилитров, 106 рублей. Она здесь, в этом светофоре, стоит. И сюда завезли эту туалетную воду в зеленой упаковочке. Запах у нее очень приятный. Напомню, что в шушарах мы с вами видели три вида упаковок. Еще там была, по-моему, голубенькая, зеленая. Подробненько я все показывала. Вот здесь написано, что производство Германии. На самом деле, если вот здесь почитать, то производит эту туалетную воду. Город Казань. И вот такой, по этой же цене, туалетная вода для мужчин. Вот в таком варианте. Тоже их бывают три варианта этой туалетной воды. Тоже запахи очень приятные. Из совсем новеньких новинок на натуральное иранское. 100 грамм, 42 рубля, 30 копеек. Производство Россия. Средства для окраски и укрепления волос. Здесь 100 грамм. И еще покажу, какие кружки заварочные с силиконовым ситечком есть в этом магазине. В подарочной упаковке 166,30. Их цена производства Китай. И здесь немножко другие кружечки, нежели мы с вами видели на станционной улице. Здесь, например, вот такая заварочная ситечка. Еще клубничка в красном цвете. А вот ситечка в виде рыбки мы с вами тоже еще, по-моему, не наблюдали. Вот такая симпатичная рыбка. И у нее держатель в форме удочки идет. Вот еще такая симпатичная кружка. И здесь заварочная ситечка с божьей коровкой. Еще один вариант. Здесь бабочка. И бабочки бывают еще и в разных цветах. Вот здесь красненькая. А вот еще немножко другой, немножко другой как-то. Мыло ФА. 2 в 1 500 мл. Здесь тоже в наличии. 71,70 это его цена. Очень удобная упаковка. Гель и мыло для тела и рук с ароматом миндаля. 500 мл. Производит компания Шварцкоп. В холодильнике, кстати, смотрите, сейчас только выгрузили вот очень много вот этой морковки по-корейски. 1 кг. И завезли сюда много сыра плавленого, биола, нежная. Вот мне она лично очень нравится. 35% без заменителя молочного жира. Здесь 400 г. И масло сливочное. Вот это вот здесь, смотрите, сколько его тоже. 36,30. Здесь мигает лампочка, поэтому такое не очень приятное освещение. 500 г. 82,5% жирности у этого масла. Вот здесь какой-то сыр плавленый, колбасный, копченый, волжский он называется. Ульяновск его производит. И здесь указано 197 рублей за килограмм. Здесь в одной вот такой вот колбаске практически килограмм. 986 грамм. Из новиночек соус шоколадный Висента. 250 грамм в дойпаке. Империя вкусов. 42,90. Густой очень соус. Упаковка такая. Производит Московская область, город Егорецк. Патока крахмальная, карамельная, какао-порошок, вода питьевая, молоко цельное, сгущенное с молоком, ароматизатор, ваниль, шоколад. Анчоус в томатном соусе, 230 грамм, баночка идет ключ, 37 рублей он стоит. Производит компания Пищевик. И по составу рыба анчоус европейский, в скобочках хамса черноморская, паста томатная, сахар белый, кристаллический, мука пшеничная, хлебопекарная, масло подсолнечное, рафинированное, лук сушеный, соль поваренная, кислотоуксусная, специи измельченные. А именно перец душистый, перец черный, кориандр и лавровый лист. Очень много здесь сухофруктов. Посмотрите, вот отдельную даже для них, для всех сухофруктов сделали картоночку. Здесь и миндаль, и грецкий орех, и фундук, и цукаты. Кеши очищенные здесь есть 306 рублей 51 копейка. Грецкий орех 259 рублей. И самые дорогие здесь фисташки. Фисташки 347,50 за 500 грамм. И миндаль 336 рублей за 500 грамм. Кстати, вот фундук очищенный. Смотрите, тоже его не видела в других светофорах. 500 грамм. И фундук очищенный тоже стоит 336 рублей за 500 грамм. Здесь всегда был большой ассортимент консервов в этом светофоре. Смотрите, корюшка неразделанная с овощным гарниром под маркой «Хозяин Балтики». 230 грамм 29,20. И в составе здесь рыба неразделанная, морковь, лук, томатный соус, вода питьевая, масло растительное, томатная паста, сахар, соль, мука, уксусная кислота и пряности. Каша перловая с говядиной по-новгородски. Тоже нигде ее не видела. Эту кашу и ценничка. Я тоже на нее, кстати, не вижу. В составе говядина, крупа перловая, вода, жир говяжий животный, белок, лук, соль, перец черный молотый, лист лавровый. Массовая доля мяса и жира по закладке не менее 46,5%. Вот еще какое-то интересное лечо южное. Валдайский погребок 720 миллилитров 71,70. Очень яркий такой цвет у этого лечо с морковью и чесноком оно идет. Морковку точно можно увидеть и чеснок. Чеснока много, морковки в этом лечо много. Состав. Перец сладкий, морковь свежая, томаты, томатная паста, сахар, соль поваренная, пищевая, чеснок, перец стручковый, острый. И уксусная, регулятор кислотности, уксусная кислота. Смотрите сколько привезли блинчиков без начинки масленица. 360 грамм, 26,90 их стоимость. Я покупала такие блинчики, у них вполне приличный вкус. Сейчас, кстати, поздравляю вас с началом масленицы. И вот светофор как раз по этому поводу заготовился продукцией. Субтитры создавал DimaTorzok